Братья и сестры, все хорошо? Вам радостно здесь? Салам-бали-кар-гата. Я просто не могу это проповедовать, не учитываю. Вот мне хорошо. Я в Доме Божьем, среди братьев и сестер. Я в Доме Божьем, среди братьев и сестер. Христос воскрес! Аминь! Христос воскрес для нас каждый день. Это очень такая истина, серьезная истина. Для многих людей это просто так. Христос воскрес воистину воскрес. Ты собираешь... Ты собираешь... Ты собираешь, если у брата дариспахал, то есть. Но для нас это нечто большее. А грамчен ты застрадал сухоти дыр. На самом деле, то, что я сейчас буду говорить, оно тесно переплетается с тем, что брат говорил про меня. Это тема такая нам бодрствований. Это все о том, что нам необходимо сегодня. Потому что, если человек, христианин, он не борствует, не бодрствует, после этого очень серьезные приходят моменты в его жизни. Потому что, христиане, от хризлопс, хотят вам прискоревать, что мы здесь есть моменты. Но прежде, чем я начну говорить, я немножко хочу отойти от темы. Мне понравилась одну вещь, о чем Мирян говорил. Я хочу немножко так... Он говорил, что когда мы хотим поймать рыбу, рыба на железо не клюет. На пустой крючок она не клюет. Мне пришло, знаете, один раз я тоже над этим разом. Мне такое понимание пришло. То есть, мы, как христиане, Иисус сказал, я сделаю вас лобцами человеком. Это в прообразе все рыбаки. И вот смотри, такая параллель, такой парадокс. То, что нравится рыбе, рыбак он не будет кушать. То, что кушает рыбак, рыба она не кушает. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас, да? Иногда бывает так, что мы приходим, подходим к человеку и начинаем ему проповедовать, как по Писанию нам говорит, чистое и непорочное имам для Иисуса Христа, чтобы приобрести его для Царства Божия. Но человек, он не принимает. И мы, как бы, думаем, что, ну вот, не получилось. Вы понимаете, человек, живущий в этом мире, это та же самая в прообразе рыба, которую мы должны приобрести для Царствия Божия. И я думаю, что Бог, он должен нам положить на сердце именно с чего начинать и как говорить с этим человеком. Я не против того, чтобы мы проповедовали Евангелие ни в коем случае. Но бывает так, что люди в этом мире, они настолько загружены своими проблемами, что до него просто не доходит это слово, которое ты хочешь ему сказать. Иногда просто сделано на начале. Это тоже форма, это тоже то, что ты сажаешь на крючок, поймите, о чем я хочу сказать. Просто я давно над этим размышлял, почему иногда часто не получается, что мы говорим Евангелие, а люди не принимают. И сегодня вот Мириан, он возбудил этот чистый смысл во мне, я хочу просто поделиться. Да. Хшират, че я вам сказал вам, да, сыпь вас из армии, адамьяна говорит вас. Баа Мириан говорит, а вы, зачем, что я сказал, а вы, зачем, что я сказал. И мы с вами рады у армии, адамьянам, да, сыпь вас, а че мы умеем вас. Да. Теперь давайте мы поговорим на тему бодрствования. Я сказал им, не даром, вначале я сказал, Христос воскрес, а вы сказали, аминь, во истинно воскрес. Да, мы обрады у армии, адамьян сказать, с аубаром христианства. Если я спрошу, в чем смысл вообще воскресения Иисуса Христа? Да. Адамьян, естественно, там можно увидеться, как, в чем. Да. Шейдлеба дал битвай и вяту. То, что он своим воскресеньем открыл дверь для нас. И если бы этого не произошло, то бы и у нас не было надежды, что мы однажды воскреснем и будем с Ним там, на небесах. Да. Туэс армоктепула, че он армияк нибудая, и висимеды. И Бог его называет первенцем из умерших. Почему первенец, братья и сестры? Ведь до Него тоже были воскрешения. И Иисус Христов сам воскрешал. Почему? Потому что над всеми теми, которые были воскрешены, смерть, она все равно имела свою власть. И они потом умирали. Но Иисус Христос, Он однажды воскрес. И смерть больше не имеет к Нему никаких претензий. Она не имеет никакой власти. И поэтому, если ты и я сегодня в Нем, то мы имеем эту уверенность, эту надежду, что мы так же будем с Ним, и смерть она не имеет над нами власти. Я не даром говорю, если ты в Нем. Сегодня недостаточно, знаете, прийти к Богу, покаяться и сказать, да я спасен. Это само собой-то на своем месте. Но дальше нечто большее Бог требует от своих детей. Я хочу вспомнить такой момент, мы его не часто, но вспоминали, эта книга Исход. Там написана такая интересная вещь. И мы часто, когда рассказываем людям о Пасхе, мы говорим это, но забываем одно. Что в ту ночь, когда евреи должны были выйти из Египта, Бог сказал через Моисея народу, чтобы они совершили Пасху, да? Узнайте все. И мы рассказываем об этом. И там было сказано, что они должны были заколоть этого однолетнего Агнса. И должны были кровью этого Ягненка помазать косяки дверей. И написано, что там, он говорит, я пущу Ангела Смерть, и там он, где будет проходить и видеть кровь на косяках, он будет проходить мимо, да? Мы все это хорошо знаем. Я прочитаю. Посмотрите, как написано. И возьмите пучок из сопа, потом своими словами. И обмочите кровь, которая в сосуде, поможьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пройдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь с ним от двери. Понимаете, в чем смысл? Мы всегда говорим, что помазать кровью в госяке – это прообраз нашего спасения. Но там есть немаловажная такая деталь, чтобы они до утра находились в домах. Кровь своих домов, которые они помазали перекладину, они были внутри находиться, должны были. Если я помазал косяки дверей, но находился во дворе, в том, что не достаточно сегодня просто иметь спасение и спастись, покаяться. Сегодня очень важный вопрос – пребывать в Иисусе. Это вопрос бодреского нерва. Это вопрос всей нашей жизни. Это вопрос очень важный. Любое свое, любой свой шаг, любое свое служение, которое есть у меня в церкви, я должен рассматривать как возможность находиться в нем. Не молитва ради молитвы, не пост ради поста, не прославление ради прославления, а все, что я могу делать – это возможность пребывать в Иисусе. Да, тут мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем. Господь это глава церкви, а мы тело, тело будет соединяться с головой, правильно? Понимаете так, о чем я говорю, если ты в теле, значит ты присоединись к этой голове. Если ты в теле, если ты вне тела, то ты останешься дальше. Итак, воскресение Иисуса Христа это знак, это печать, это доказательство Бога, что будет день и будет суд. Да Иисус Христос ахт гома эсарис, печать имиса, роб и к неба, ахт гома да шевте, и к неба саще. Итак, оставляя времена неветни, Бог ныне повелевает людям всем вовсюду покаяться, ибо Он назначил тем, в котором будет правильно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, и подал удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Это печать. То есть будет день, и этот день он будет неизбежно, когда мы не знаем, и будет суд. И этот суд тоже ему будет неизбежно, потому что Бог так сказал. И вы знаете, мертвых не судят. Судят живых. Поэтому мы знаем из Писания, что мертвые все воскреснут и предстанут перед ним на суд. И Бог акцентирует на этом внимание. Прошло всего 4 месяца после того, как Иисус Христос воскрес. Это четвертая глава с первого стиха я хочу прочитать. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники, стражи при храме и садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки, то есть побили. То есть смотрите, люди, только все начинается, только все зарождается. Первая апостольская церковь, Иисус ушел к Отцу. Апостолы выходят и учат и проповедуют. И дальше мы почитаем еще Деяния апостолов. Основное, то, о чем они проповедовали, это было воскресение в Иисусе Христе, прощение грехов. Основная тема была их проповедить воскресение Иисуса и прощение грехов. И казалось бы, такой парадокс, братья и сестры, все только начинается. Люди только начинают узнавать об Иисусе, начинают познавать Истину. Там много, написано, после проповеди Петра там 3000 прилипилось к церкви, 5000 прилипилось к церкви. Говори о процветании, говори о финансовом благополучии, о прославлении, о поклонении. А много тем вообще есть, о чем можно говорить. Но Дух Святой тогда говорил через Петра в тот момент. Он говорил о прощении грехов и о воскресении из мертвых. То есть когда человек только начинает свою христианскую жизнь, если можно так сказать. Вот эта истина, истина о воскресении из мертвых, она должна всегда стоять у него перед глазами. Почему, если человек, знаете, он откладывает это на верхнюю полку, то в его жизнь приходит, знаете, такая расслабленность. Христианская такая расслабленность. Потому что дьявол, он не может украсть у тебя эту истину. Потому что мы об этом читаем в Библии, он начинает ее извращать. Действительно будет воскресение из мертвых. Действительно будет суд. Дьявол не обманывает. Но он говорит, когда это будет? Зачем тебе сейчас? Зачем тебе сейчас думать о последнем дне? Ты еще молод. Ты еще полон сил. У тебя столько планов в твоей жизни. Неужели вот эта истина о последнем дне, она как-то вписывается в твои планы? Самое ужасное, братья и сестры, что многие христиане действительно, они начинают жить своими планами. Потому что дьявол, он похищает это, вот эту истину. И мы говорим, что это будет, но когда это будет? А Писание нам говорит, не знайте ни дня, ни часа, когда придет Господь. Мало того, ни один человек не знает, когда придет его последний день. И поэтому Писание нас постоянно учит. Бодрствуйте, потому что не знайте. Бодрствуйте и молитесь. Почему? В чем ужас всего вот этого? Ужас в том, что есть необратимость. То есть, ты ничего уже не сможешь изменить. То есть, когда придет этот день, и ты предстанешь пред Богом, страшно услышать тот вопрос, на который у тебя нет ответа. Очень страшно. Поэтому Дух Святой через страницы, через все, Он учит нас, чтобы мы бодрствовали, чтобы это не уходило из нашей жизни, чтобы мы не забывали. Сегодня, знаете, я в пятницу говорил об этом. Дьявол, он через изобилие хочет отвести христиан от этой истины. Апостол Павел однажды ему довелось говорить перед Феликсом. И он написано говорил о правде, о воздержании и о суде. И написано, что Феликс, он испугался, пришел в страх и сказал идти, а потом тебя послушали. Братья и сестры, когда мы говорим человеку о правде, разве есть там какой-то страх? Когда мы говорим о том, что Иисус Христос, Он спасает. О том, что Иисус Христос, Он благословляет. Это правда, это истина. Здесь нечего бояться. Когда мы говорим человеку о воздержании, то есть о правильной жизни, о бодрствовании. О том, что Бог хочет от нас видеть. Я думаю, тут нечего бояться. Тут нечего, ничего страшного здесь нет. Но когда ты говоришь человеку, который живет неправильной жизнью, он в суде. Тогда человек начинает бояться, он испугается. Если человек поверит этим словам, то здесь действительно есть чему бояться. Почему? Потому что это истинное воскресение, оно заставляет нас вообще полностью менять свою внутренность, свои мысли о чем сегодня. Она заставляет каждый день приводить у нас свои дела в порядок, пересматривать. И кто первые увидели воскресенье? Помните? Это стражники, которые охраняли могилу Иисуса. Это стражники, которые охраняли могилу Иисуса. И что произошло? Они встретились с этой истиной? Лицом России. Лицом России. Они пошли в Парисеи. Парисеи дали им денег. И сказали, никакого воскресения нет. Почему так они поступили? Потому что если бы они это приняли, это истина заставила их менять всю свою жизнь, пересматривать всю свою внутренность. Я еще раз хочу сказать, почему сегодня люди уходят из церкви? Церкви пустеют. Оставляют служение. Потому что это истина, она уходится в ней в жизнь. И всё, что люди, которые говорят, по-другому, это неудобно. Зачем говорить о смерти? О суде. есть полно других тем, интересных, приятных, но вы почитайте домо-тияния апостолов, о чем проповедовали апостолы, просто почитайте. И апостол Павел сам исповедовал эту истину, он говорит, я сам имею надежду быть в воскресенье. Вы знаете, апостол Павел как жил вообще. Ну, естественно, мы много знаем об апостоле Павле и странице Священного Писания. И во втором послании к Коринфянам он такую вещь интересную говорил. Я своими словами скажу. Он говорит, сейчас мы живем в этой хижине, но мы имеем надежду, что эта хижина на однажды, разрушится, и мы не имеем жительства на небесах. Я сейчас прочитаю. Ибо мы знаем, когда земной наш дом эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом не рукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Смотрите дальше, что он говорит. Апостол Павел. Это апостол Павел, который сделал больше всего, наверное, для христианства в то время. И он говорит так. Только бы нам одетым не оказаться над ними. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное подошло было жизнью. Давай я другими словами скажу, да? Апостол Павел говорит сам о себе и о его команде, те, которые были с ним. Он говорит, только бы нам одетым не оказаться раздетыми, то есть в духовном плане. Насколько он переживает в этом бодрости, сам апостол Павел. То есть, представьте, как он анализировал каждый свой шаг, каждый свой день. Прошел день, и он думает, может я что-то не так сделал. Может быть, я где-то тамошился, может не туда пошел, может не то сказал. Я образно говорю, да? И он это надо, чтобы нам говорят, отец им не оказался над ними. То есть, не было этой духовной наготы, наготы. Он переживал все время, он сам находился в этом бодрости. Он говорит, почему? Он говорит, потому что мы во плоте находимся, и эта плоть она давит постоянно, каждый день. Он говорит, мы вот под этим бременем, вот этой плоти, мы воздыхаем. Воздыхаем. В том смысле, что мы, ну, в напряжении постоянном. Да это плоть она давит. Почему? Не хотим совлечься, то есть раздеться, но облечься, то есть одеться. Чтобы смертное, вот эти дела плоти, которые давят, оно было поглощено жизнью, то есть делами духа. Делайте как одни, я не могу сказать, что этого не есть, это не будет. Но мы хотим, чтобы вы были. Вот здесьaz, т.к. Я вот здесь из-за этого не было, но не было. И в конце я хочу, знаете, подвести вот такой итог всего, что я говорил. Давайте вы мне помогите. Когда Иисус в Вифании пришел, и рядом с ним стояла Мария, и был вокруг Вазы, какие слова он сказал Мария? Напомните, сестры, братья, что он сказал тогда? Я есмь в воскресенье и жизнь. Я есмь в воскресенье и жизнь. Это вот итог, что я говорил. Если ты в нем, ты пойми, да, что если ты пребываешь в Иисусе, а вы скажете, а как это объяснить, как ты пребываешь в Иисусе? Как это пребываешь в Иисусе? Вы знаете, конкретно, конкретно каждому я не могу сказать, как ты должен пребывать в Иисусе. Для этого у каждого есть тайная комната. И у каждого есть свои личные отношения с Иисусом. Аминь. И в этой тайной комнате, где Бог нам говорит, где мы Ему что-то говорим, где мы преображаемся, где мы плачем. Где мы радуемся. Вот там у нас есть возможность прихипляться к Нему. Такое хорошее слово, знаете, в русском переводе. Прилепитесь к Господу. А я с этой карминице, слушаю, в Мьецэве. А знаете, это такое растение, алипей называется? Алиса, с этой цена. Вот тогда бросишь его на одежду. А он раз и приклеивается. Он танцается, но здесь Мьецэве. И потом, чтобы его отодрать, иногда с одеждой приходится. С нитками. Вот так надо прилепиться к Господу, чтобы нас невозможно было отодрать. Аминь. Я с вами в Мьецэве почуну, пазом. Виде, вера, не вершинство, азром Богу аксинус. Пусть Бог на свет, благослови. Да, благослови. Аминь.